Сегодня у нас наступил такой, как сказать, пиковый момент, когда уже все достало, надоело и решили снять видео. День добрый. Компания ОМЗАП. Зовут меня Анатолий. Многие уже видели наше видео. Сегодня, ну так, вкратце, насколько я знаю, расскажу о своей проблеме, которой столкнулся на рабочем месте. Вот. Рассказывать буду о клапанах. Клапанах, натопленные форсунки фирмы Delphi. Сегодня у нас наступил такой, как сказать, пиковый момент, когда уже все достало, надоело и решили снять видео. То есть, на этой почте. Стали сталкиваться с такими проблемами, что клапана пошли китайские, восстановленные. То есть, очень много возвратов. То есть, оригинальных клапанов перестали видеть уже последний, не знаю, там, наверное, год. Не видим вообще. То есть, даже при закупке клапанов в оригинальных коробках лежат, допустим, не оригинальный клапан. Там лежит либо аналог какой-то плохого качества, либо восстановленный. Сейчас покажем, как все это выглядит. Вот. Дело в том, что по неподтвержденным данным, ну, к примеру, евро пятый клапан в закупке, даже в Корее, то есть, стоит где-то от пяти тысяч. Но в Москве здесь продажи, они там стоят от двух с половиной до трех с половиной тысяч. Якобы, как оригинал. Вот. Соответственно, столько он стоит не может. То есть, открыв коробку, там мы видим, то есть, вот, оригинальную коробочку Delphi. Она у нас новенькая, все отлично. Открываем там пакетик, все как положено. Но внутри лежит, на самом деле, не то, что вы думаете. То есть, купив, допустим, оригинальную запчасть качественную, там находится совсем другое. Я разделил, как бы, тут на части клапанов. Вот, смотрите. Допустим, у нас у каждого оригинального клапана есть номер. Есть номер, то есть, свой оригинальный. Можно даже при желании по номеру уточнить номер партии, когда, чего, где он был сделан на заводе. Оригинальный клапан выглядит, то есть, вот так. Вот он у нас, ротор. То есть, мы вытаскиваем его оттуда. Это бушный, сломанный клапан, к примеру. И видим, что он, то есть, у нас блестит, и там есть две рисочки. То есть, вот они, там есть рисочки. И также здесь на роторе тоже есть циферки и боковки. Вот, также у нас есть вот второй, еще один. Точно такой же оригинальный клапан. То есть, точно так же. Вот. Вот как раз речь о этих клапанах. Этих клапанов я, допустим, работая с топливной системой, не видел очень давно. Очень и очень давно. То есть, уже, наверное, год, а то и больше. То есть, этих клапанов, к сожалению, в тех коробочках, которых они приходят, их нет. Это хороший, качественный клапан. Тогда, когда, то есть, ну, не знаю, год-полтора назад, когда они еще были, при ремонте форсунки не требовалось даже каких-то настроек особо. Нужно было разобрать форсунку, помыть распылитель в ультразвуке, поставить новый клапан, собрать, и работает все. То есть, даже иногда мы, то есть, не ставили на стойку. Бывало такое, что пропускали этот момент. То есть, мы уверены были. Но потом стали сталкиваться с другим. С другим. У нас пошли неоригинальные клапана. Вот они. Они, допустим, новенькие. Вот они клапана. Сейчас я вытаскиваю. Но, смотрите, уже, уже этой рисок уже нет. То есть, на клапане уже нет риска. Вот. То есть, риски здесь тоже нет. Теперь обратите внимание на сам ротор. То есть, как он выглядит. То есть, здесь непонятны иероглифы, непонятно, чьи они. То есть, на втором, на втором видно, что он, не знаю, как он работал, но это, то есть, у него износ очень сильный. Так вот. Вот эти два клапана, которые, у них также присутствует номер. Они приходили, допустим, в каких-то коробочках, но они приходили как новые. То есть, это мы сейчас показываем то, что там возврат, брак не пошло. То есть, даже клапан, то есть, его визуально видно, что он работать не будет. Это было, допустим, также где-то два года назад, может быть, побольше. То есть, стали появляться вот эти аналоги. Сейчас появился еще одна. Еще один динклапан. Такой подвид, так сказать, появился. Вот эти аналоги вроде как исчезли, но появились другие, восстановленные клапана, которые тоже 50 на 50. И даже тот, который из 50% вышел вроде бы на рабочее состояние, не ходит долго. Люди, опять же, возвращаются через 5-10 тысяч, и та же самая проблема. Как он выглядит? Вот я вам показывал оригинальный клапан. То есть, вот он у нас оригинальный клапан, все. Вот. И вот он теперь наш клапан. Смотрите. Этот клапан, то есть, у него заводской номер, он оригинальный. Все как положено, но визуально видно, что он был мыт или чищен. И обратите внимание вот сюда, на сам ротор. Видите, он черный и без риски. Мы так предполагаем, что это напыление. То есть, какое-то напыление, непонятно, может быть, я не знаю, может, керамическое или что-то еще. То есть, это какая-то краска, которая, если, допустим, взять лезвие и аккуратно постараться, то она счищается. То есть, это краска. Они, я так понял, делают напыление, красят старый оригинальный клапан. То есть, вычищают его, красят. Потом так же отшлифовывают. И в коробочку оригинальную. И обратно. Просто вот мы, сегодня, говорю, такой пиковый момент, когда мы уже мучаемся. Вот у нас стенд. Мы делали форсунки. То есть, нужно было произвести ремонт двух форсунок. Одна не пошла вообще к лапу. Мы вскрыли в оригинальной. Сейчас сделали отчет и отправили на обмен ребятам. А второй более-менее показал вроде как. Ну, у него нехватка чуть-чуть, не долив. Но прогнав по в сторону, раз, она увеличилась. То есть, говорит о том, что есть надежды какие-то. Поэтому эту форсунку мы уже будем устанавливать на саму машину. А вот вторая, вторая, вот у нас здесь. Форсунки, кстати, устанавливались у нас. Это приобретались форсунки в Корее восстановленные. Человек на них отъездил два года. Вот. Вот, мы ее помыли, почистили, собрали. Но, к сожалению, клапан не пошел. И вот они, большая масса клапанов, с которыми мы постоянно, то есть, выкидываем. Эти вот это, которые вот ближайшие, то есть, также снимали у человека. Возможно, где-то они здесь вот сегодня, которые. Ну, вот. У него стояли оригинальные клапана. Вот они старенькие. И его. То есть, они отходили вот два года. Форсунки. Так, ну и все. Возвращаемся сюда. Дальше еще, еще забыли. Смотрите. Самая такая, как бы, вещь. Имеется такая фирма. GMP. Вот. Якобы корейский аналог. Не буду рекламировать, но по ремонту форсунок, как аналог, более или менее подходит. То есть, вроде бы, возвратов и проблем нет. Клапан. Клапан вот, смотрите. У нас просто евро пятого такого GMP нету. У нас есть тоже Delphi. Это Sanyong, Kia Bonga. Вот они новые из упаковочки. То есть, один евро третий, второй евро четвертый. И вот мы смотрим уже, как выглядит сам клапан. То есть, это новый клапан. Отличие у них вот отлив здесь. И что мы наблюдаем внутри. Смотрите. Вот мы видим, что внутри. Вот там находится такой клапан. То есть, он сделан, аналог под оригинал. То есть, все у нас рисочки, все новенькое, нету никаких следов выработки, ничего абсолютно. То есть, при установке все это работает. Поэтому, если, допустим, даже выбирать из чего-то, то в крайнем случае, вот можно взять, допустим, GMP-шный клапан. Допустим, евро третий, четвертый или пятый. Но разговор о том, что именно с чем столкнулись проблемы, это именно с евро пятым. Делфайевским клапаном, с которыми уже намучились. То есть, есть фирмы в Москве, которых мы тоже приобретаем. Как бы ругаемся, ссоримся, отправляем назад по клапану. Если у вас, вот, допустим, клапан, мы приобретаем евро пятый клапан. И он у нас не стал работать. Купили мы его там за три с половиной, пять тысяч, не важно. Если мы видим на нем, то есть, открываем его, и на нем видим какие-то задиры, следы выработки, то есть, вот напыление какой-то краски, или отсутствие рисок на самом роторе. То есть, то, что говорит, что он не оригинальный. То есть, его всегда можно вернуть обратно. Всегда. Но уже с новым так не пройдет. У нового есть, то есть, масса причин. То есть, вам дали новый, хороший, исправный клапан. То есть, он был. Это, допустим, наличие стружки в вашей топливной системе, наличие воды, допустим, наличие какого-то, не знаю, бензина, керосина, и так далее, и так далее. Либо, руки с самого мастера, который делал. Поэтому, если у вас новый, там, оригинальный, неоригинальный клапан, тогда тут под вопросом. Но если те клапана, которые сейчас вот идут, восстановленные, либо, допустим, еще есть аналоги какие-то, которые приходят вообще в коробочках без какого-либо описания, то есть, чьи они. Тоже, если они у вас не пошли, можно его вернуть. То есть, не проблема. Так, ну, в целом, вот на этом рассказ закончим. Поэтому, с евро пятыми клапанами старайтесь, то есть, при покупке, если приобретаете, откройте при менеджерстве, и при нем вскрываете и смотрите наличие, то есть, того, что его кто-то восстанавливал или каких-то задиров, царапин и тадали-тадали. Ну, вот в целом, как-то так. Ну, ладно, всем удачи и мне тоже. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин